Это первая всеукраинская спартакиада инвалидов труда. Участники выложились на полную. Пробовали свои силы в трех видах спорта – дартсе, бомбаскете и армрестлинге. Некоторые выбрали все представленные направления. Сергей Дрёмов стал чемпионом в двух из них – бомбаскете и армспорте. Мужчина говорит, даже чувствует себя моложе. Добавляет, подобные соревнования нужно проводить чаще. Подстегнуть человека, чтобы он почувствовал себя еще помоложе, позаниматься спортом, себя поддержать. А чемпионом среди прекрасной половины стала Анна Ширкова. Участница спартакиады взяла золото в двух видах спорта – дартсе и бомбаскете. Рассказывает, хотела поучаствовать и в армрестлинге, но женщинам, как говорится, не положено. Ощущение молодости, бодрости, силы духа, интереса очень большого. Честно говоря, не думала, что такие соревнования возможно организовать. Организатором соревнований выступил Фонд социального страхования. Уже 13 лет учреждение старается облегчить жизнь людей с особыми потребностями материально. Теперь основная задача – помочь морально. Реализовать их потенциал в спорте, конечно, хотят, чтобы спартакиада стала ежегодной. Но все будет зависеть от бюджета фонда в 2014 году. Активно откликаются, потому что они чувствуют себя нужными. Они чувствуют, что они не в стороне от всей жизни, в том числе и спортивных соревнований. В Севастополе на отборочный тур подали заявки 38 человек. Следующий этап соревнования по шахматам и шашкам состоится 31 августа. Финал запланирован на конец сентября. Рената Малышева, Виталий Козловский. Программа «Наше время».